Привет! Сегодня я хочу вам рассказать про вот эту маленькую книжечку. Она очень осеннее. Здесь избранное стихотворение вот этого писателя Н.П. Агарева. Мне очень понравились его стихи. Здесь мы видим осенние пейзажи, деревенские пейзажи. Также какие-то депрессивные стихотворения. Но в то же время все же в каждом стихотворении видим атмосферу уюта, любви к природе. Также мы видим какие-то образы природные. Вот, например, стихотворение «Осень» или стихотворение «На смерть Лермонтова», Которое очень хорошо показывает отношение Огорева на смерть Лермонтова. Вообще, как он к нему относился. Вот также мы видим путешествие поэта-писателя по деревенским дорогам. Здесь мы видим просто какие-то моменты из его жизни, выраженные в стихах. Это встреча, полдень, вечер. Очень уютное стихотворение «Вечер», где он описывает свое просто настроение в какой-то осенний или зимний вечер. Также мы видим какие-то античные древнегреческие мотивы, например, Прометей или Тантал. Здесь очень много всяких эмоций, отношений поэта к окружающей природе и вообще к людям. Также любовь. Здесь стихотворение «Исповедь». Он написывает все, что он чувствует. Обыкновенная повесть тоже описывает очень реалистично. Его отношения, например, к весне. Стихотворение «Изба», где мы видим всю деревенскую правду жизни, все ее стороны. Многие стихотворения без названий, но это ничего, потому что они тоже очень хорошо помогают понять автора, его отношения к миру. Разорванность. Где мы видим, как человек мучается душою, будто он разорванный лист. Очень много также иллюстраций, таких маленьких иллюстраций, которые очень тоже сдают атмосферу. И очень-очень мне нравится, как он пишет эти стихи. Например, небольшой поэме «Монологи». Он пишет о своей какой-то томительной борьбе за какую-то правду, которую он чувствует. И то, что он видит, то, что он хочет сказать читателю. Также, например, в стихотворении «Арестант» он хорошо отражает декабрьские декабристов, декабрьские восстания. И как декабристам было тяжело после того, как их всех арестовали. Первое «Любовь» стихотворение, где он описывает все то юношеское чувство, которое он может ощутить в своей жизни. Например, в этом стихотворении «Томление», которое называется по-немецки, не могу выговорить, тоже его любовные переживания, опять же иллюстрации. Тут много разных стихотворений. Книга маленькая, но очень-очень вдохновляющая. Например, «Летом» очень летнее стихотворение, которое отражает всю летнюю природу и отношение автора к лету. Тут же деревья, река и опять же деревенская природа. А вот стихотворение «Свобода» отражает автора какие-то революционные мысли, когда он хотел почувствовать свободу в своем сердце. Тут мы видим много разных стихотворений, воспоминания детства. Стихотворение, где он описывает свое детство, свои какие-то чувства, эмоции. И здесь мы, например, видим каждое стихотворение из этого цикла «Рассвет». То есть он описывает свои эмоции при рассвете, лес, как он гуляет в лесу, смотрит на природу или береза. Также две любви, первая дружба. Все это абсолютно отражает его отношение к его жизни, к окружающему миру. Новый год. И также мы видим разные стихотворения, которые помогают понять то, как чувствовал писатель, что он хотел сказать. Вот, например, стихотворение памяти Рылеева. Я прочитала книгу про Рылеева, читала его стихи, его некоторые произведения. И могу сказать, что этот декабрист меня очень восхищал и до сих пор восхищает. И вот это стихотворение памяти Рылеева очень хорошо отражает отношение Угорева к декабристам, к декабристскому восстанию. Также какие-то опять любовные переживания в стихотворении Лизи. И опять иллюстрации, цветы очень красиво нарисованы. Дедушка стихотворение, где писатель пишет про своего дедушку, как он его любил, какие воспоминания у него о нем. Михайлову тоже очень хорошее стихотворение, которое он передает про своего друга, знакомого. У моря очень, смотрите какой корабль тонущий, у моря, где он передает свою любовь к морю, к волнам и вообще к каким-то деталям, морских пейзажей. Пожалуй, все, я не буду дальше, уже почти кончилось. Ну вот, тут еще пару стихотворений, тоже любовных каких-то, каких-то переживаний. Ну, пожалуй, все. Вот я вам почти все рассказала про каждый почти стих. Хочу сказать, что читайте Угарева, потому что у него очень хорошее стихотворение. И мне очень нравится, как он пишет. Я уже перечитала второй раз эту книгу. Если вы не найдете эту книгу, хотя бы просто в интернете найдите его стихотворение и прочитайте, потому что он очень хорошо пишет и хорошо отражается то время, XIX век. И меня очень восхищает то, как он абсолютно, абсолютно прекрасно передал свое отношение к миру.